Дорогие мастера, всем привет! Сегодня у нас в гостях Дыба Роман. Это доктор, инфекционист, заведующий инфекционного отделения, практикующий терапевт, который проводит семинары, вебинары для нас, мастеров, для того, чтобы мы знали, как правильно работать, как правильно действовать в ситуации аллергической реакции, как правильно стерилизовать инструменты. Также Роман проводит работу с инъекциями в косметологии. Представляю вам и подходим ближе к нашей теме. Первая тема, которую мы будем раскрывать, это аллергические реакции. Давайте сразу начнём с того, чтобы разобрать, что же такое вообще аллергия, откуда она возникает, ну, само слово, что такое аллергия. Всем добрый день! По поводу аллергии, прежде всего, стоит сказать о том, что аллергические реакции – это разновидность естественных защитных реакций организма. Просто в случае с аллергией – это чрезмерная реакция. Когда мы говорим о аллергической реакции, нужно сказать, как минимум, о двух моментах. Первый момент – это повторный контакт человека с чем-то чужим. В данном случае мы это будем называть аллергеном. Это раз. Вторым условием возникновения аллергической реакции является участие в аллергической реакции иммунной системы. То есть, есть реакции похожие на аллергические, они называются псевдоаллергические – те, в которых иммунная система не участвует. Поэтому, суммируя, аллергическая реакция – это чрезмерная реакция организма на повторное получение какого-то аллергена, в котором участвует иммунная система. Ну, вот смотрите, что меня больше всего интересует. Меня интересует, что именно аллергия – это как микроб какой-то, либо это как вирус. Ну, вот что именно, вот что, это клеточка какая-то, как она, почему она возникает? Ну, здесь нужно сказать, что аллергеном может быть что угодно чужеродное. То есть, может быть, кусок микроба, кусок вируса просто неживой аллерген, да? То есть, все они могут быть составляющим аллергии. Если мы говорим о биотериндустрии, да? Чаще всего аллергия бывает на что-то неживое, да? На тот же, например, клеится на кривато, да? Если рассматривать аллергию вообще, да, то нужно сказать, что, ну, все косметологические средства, которые используют в бьюти-индустрии, которые используют в индустрии красоты, безусловно, они являются чужеродными для организма, да? То есть, мы используем крем, да, там есть какая-то отдушка, она чужеродная. Мы используем какие-то косметические средства, которые имеют цвет, да, то есть тушь, румяна, да, все они имеют цвет, потому как там есть какой-то компонент, на который, может быть, возникнуты аллергии. Поэтому чаще всего, когда мы говорим о бьюти-индустрии, мы говорим о аллергических реакциях на какие-то чужеродные агенты, которые не биологической природы, то есть это не бактерии, не вирусы, там, ну, то есть, хотя в комплексной реакции, например, там, в бактериальном конъюнктивите, да, если вдруг возникает бактериальное поражение слизистых глаз, да, там есть аллергический компонент в том числе. Но он не главный, то есть он сопутствующий. Смотрите, аллергия, нас интересует, мы наращиваем постоянно реснички и достаточно там часто краснеет глаза. Иногда это проявляется сразу, иногда это проявляется, например, через два дня, да, либо клиент вечером пишет нам или звонит, у меня покраснеет глаз, что мне делать, что вы порекомендуете. Ну, хотелось бы узнать, почему так происходит, почему иногда вот сразу, а иногда попозже немножечко это проявляется, и можно ли таким девочкам вообще наращивать реснички? Ну, здесь такой момент, когда мы говорим о аллергических реакциях, нужно сказать, что они, безусловно, разнородны. То есть это большая группа разнообразных реакций, и наиболее простая их деление, то есть наиболее простая их классификация, это по времени возникновения. То есть либо это аллергические реакции немедленного типа, то есть те, которые возникают сразу, ну, до суток, либо это аллергические реакции замедленного типа, то есть те, которые возникают позже. Они разделяются на несколько групп, на несколько типов, да, получается? Ну, получается в целом различных типов аллергических реакций, те, которые используются в медицинских спецификациях. там их 5 типов. Но для удобства лучшмейкеров, ламинейкеров, мастеров бьюти-индустрии часть из них объединена в аллергические реакции замедленного типа, туда объединены 4 типа, а аллергические реакции не медленного осталась одна. То есть так просто проще, потому как обычно девочка звонит и говорит, что вот там что-то у меня появилось через полчаса, либо чего-то у меня появилось через трое суток. И мы понимаем, что это за реакция. То есть это либо не медленного типа, либо замедленного. Соответственно мы понимаем ее выраженность, мы понимаем, что в данном случае делать. Почему? Потому как, когда мы говорим о аллергических реакциях медленного типа, то есть те, которые возникают практически сразу, нужно понимать, что это наиболее тяжелая реакция. То есть чем она быстрее возникает от момента повторного введения аллергена, тем она тяжелее протекает и тем она опаснее для нашего клиента. То есть тем быстрее мы должны реагировать, тем быстрее нам нужно что-то предпринять. Ну в случае мастера понароченной ресниц, вот может быть такой случай, что у человека вот слишком ярко выраженная реакция на какой-то компонент и надо предпринимать какие-то быстрые меры прям. То есть мы должны у себя иметь в арсенале там эти же капли диксаметазон там и все остальное. Здесь безусловно да. То есть нужно понимать, что у мастера должна быть аптечка, которая не отложной помощи. Я привык не делить аптечки не отложной помощи на помощь при аллергии, помощь при снижении давления, помощь при чем-то еще. Она одна для различных экстренных ситуаций. И безусловно, когда мастер начинает работать, он должен понимать, что у него должны быть препараты, которыми он сможет спасти жизнь человека, по крайней мере того момента, пока приедет скорая помощь. Поэтому аптечка не отложной помощи, безусловно, у него должна быть. У него должна быть аптечка не отложной помощи. И главнее, чем аптечка, в моем понимании, понимание этапности возникновения реабилитических реакций, вот этих вот, которые жизневыражающие. То есть реабилитических реакций немедленного типа. То есть чаще всего все эти реакции начинаются с крапивницы. То есть это та самая физическая реакция, которая возникает первая, которая обычно является предвестником других более тяжелых, то есть анафилактического шока, например. И это та реакция, увидя которую и правильно действуя, мастер может предупредить какие-то более тяжелые состояния. То есть задача мастера понимать, что может возникнуть у клиента, уметь быстро это распознать и быстро реагировать. Ну и, безусловно, иметь в наличии то, чем реагировать, поэтому аптечка у него, безусловно, должна быть. Ну, а вы можете нам сказать, вот, например, что лучше сделать? Ну, понятно, что укол, наверное, мастер по рачной ресниц не сделать, да? То есть мы капли закапываем. Так же, вот, орошать воздух. Вы рекомендуете, если, ну, то есть, например, чтобы не было аллергии, я там побрызгаю, да, капли закапываю. Лучше так делать или это бессмысленно? Слушайте, когда мы говорим о лидической реакции, да, безусловно, правильно то, с чего мы начинаем, разговор о лидической реакции, с ее предупреждением. То есть это касается любых патологических состояний в организме, да, то, с чего стоит начать, да, это то есть поговорить с клиентом на момент, были ли у него когда-то реакции, да. То есть, безусловно, гораздо правильнее реакцию профилактировать, то есть предупредить. Ну, клиенты бывают партизаны, бывают такие, к сожалению, да, но если вы знаете о том, что у клиента бывает реакция, да, вы пытаетесь назначить препарат ему для ее предупреждения. Когда мы подходим плотнее к вопросу аллергического конъюнктивита, да, безусловно, есть несколько групп капель, которые вы можете использовать в данном случае. Мутиковая спельдьем. Аллергический конъюнктивит – это покрестнение глаз, которое возникает после нас. Да, безусловно, это аллергическая реакция конъюнктива, да, конъюнктива – это вот та самая оболочка глаза, да, то есть, что входит в жалобы клиента при аллергическом конъюнктиве, да, то есть, глаз слезится, утолщается ресничный край, то есть, ну, все едят такие, как колбаски, отечественные ресницы, ресничный край века, да, верхняя, а нижняя, то есть, она утолщенная, да, глаз красный, может быть красным и кожа вокруг глаза, да, человека беспокоит сильный зуд, да, то есть, пытается глаз почесать. И все это привязано к какому-то, ну, воздействию на глаз, да, то есть, например, там, наращивание, да, например, там, микроблейдинг, да, то есть, вот, после этой манипуляции возникают у человека какие-то жалобы, да, с которыми он звонит клиент и говорит, что же делать, да, это вот аллергический конъюнктивит, да, и для, скажем так, его лечения, да, если мы не смогли его профилактировать, тогда нужно применять определенные виды капель, да, один из них вы назвали, да, это дексимдазон. Дексимдазон это гормональные капли, да, и стоит с них не начинать, то есть, стоит начинать с препаратов, которые, ну, скажем так, полярче. Здесь, почему я об этом говорю, да, поэтому нужно понимать, чем препарат более действенный, тем, безусловно, больше у него каких-то эффектов, которые нежелательны, то есть, тем больше, ну, побочных эффектов, да, потому как не бывает такого, что препарат действует ух, а побочных эффектов у него нет, то есть, такого не может быть, да, поэтому, соответственно, когда у вас есть аллергическая реакция, да, аллергический конъюнктивит, да, вы можете использовать капли, капли глазные, вы можете использовать глазные капли нескольких групп, ну, первое, с которым стоит начать, пожалуй, да, Это нестероидные противовоспалительные. Здесь все очень просто. Вы знаете, что когда у вас болит нога, вы пьете деклофенактом или мисолит. Пожалуйста, те же самые препараты есть в глазных каплях. То есть те же капли деклофенактом. Это понятно. Как он будет действовать? Деклофенакт он действует, как бы он снимает отечность? Он снимет отечность, снимет покраснение, немного уменьшит зуб. То есть вот таким образом будет действовать. Когда мы говорили о аллергии, мы, пожалуй, немного пропустили, как она протекает и из этого нам будет понятно, какие точки будут приложения препарата. То есть вне зависимости от того аллергии замедленного или немедленного, любая аллергическая реакция сопровождается тем, что из определенных групп в организме выделяются вещества, которые вызывают, собственно говоря, и покраснение, и зуд, и отечность, это тучные клетки, и они выделяют определенные биологически активные вещества. Из тех веществ, которые чаще всего известны, косметалам известны, мастерам известны, это гистамин. То есть на самом деле их там огромное количество, гистамин, серотонин и так далее. То есть вот эти самые вещества, когда они выделяются, они вызывают вот те самые проявления, которые беспокоят. Соответственно, когда мы говорим о препаратах, которые мы принимаем в данном случае. Первые препараты вот нестерольные противовоспалительные. Они уменьшают вот эту самую воспалительную реакцию. Ну, то есть диклофина, как она, например. Да, диклофина. Ага. Вторая группа препаратов, вот эти препараты, которые предупреждают выделение вот этих самых веществ из тех самых клеток. Эти препараты так и называются, стабилизаторы мембраны точных клеток. То есть эти же препараты правильнее использовать для профилактики, если мы знаем о том, что у клиента заранее будет возникновать аллергию. То есть за несколько дней до наращивания рекомендуется использовать один из этих препаратов для того, чтобы укрепить эту клеточку? Для того, чтобы эта клетка, скажем так, была более стабильна и тем, чтобы из нее выделялось меньше этих биологических кинок веществ, которые будут вызывать вот эти вот возникновения аллергиида. То есть это стабилизаторы мембраны точных клеток. Далее, ну, если уже ничего не помогает, да, безусловно, гормоны – это наше все. Препараты, которые действуют на все этапы аллергического воспаления, да, то есть и на тучные клетки, которые не выделяют ничего, да, и на сосуды, которые они уменьшают проницаемость. Сейчас мы будем разбирать капельки дексаметазон, либо какие-то любые другие капли, которые мы можем использовать как мастера по наращиванию ресниц, для наших клиентов. Первое, по поводу групп препаратов, которые используются при аллергии, да, которые используют при аллергическом конъюнктивите, то есть когда человек обеспокоит зуд в глазах, жжение, отечность ресничного края, покраснение глаза, да, то есть это все, где есть конъюнктивит. Если мы говорим о каплях, которые глазные, которые в данном случае используются, то здесь может быть использовано несколько групп капель, да, первая из них наиболее простая – это нестероидные противовоспалительные. Здесь ситуация такая, когда у нас болит нога, да, мы понимаем, что нужно уколоть диклофенак, да, или там выпить его в таблетках, да, есть точно такой же диклофенак, только в глазных камнях, то есть, соответственно, препарат уменьшает аллергическое воспаление в данном случае, да. Вторая группа препаратов – это те самые, которые действуют на клетки, которые выделяют компоненты варьи, да, на точные клетки, которые выделяют гистамины, наиболее известные. Мы стабилизируем эти самые мембраны, да, и предупреждаем это выделение этих самых активных веществ. Нужно сказать, что препараты этой группы, да, то есть стабилизаторы этих самых мембран, да, их можно использовать и для профилактики. Просто там, например, в профилактике, к примеру, там два раза капают те же самые кромогликаты, да, а для лечения там 6-8. Дальше группа препаратов, которая есть, ну, здесь уже ее назвали, да, это дексинкдазон. Дексинкдазон – это гормональные препараты, ну, это, если уже ничего не помогло, гормоны еще сделать, то есть, приходится назначать их, то, что нужно знать по поводу гормональных препаратов. Во-первых, нельзя назначать системно. Ну, то есть, вот после каждого наращивания давайте в БМК про децентр. Неправильный подход. Дальше неправильный подход – давайте назначим сейчас, в неделю на две, да. То есть, если мы уже прибегаем к назначению гормональных препаратов, назначать кратком, кратким курсом там, два-три дня максимум, да. То есть, это вот по поводу гормональных препаратов. Дальше из тех капель, которые, ну, скажем так, к сожалению, используют флэшмейкеры, да, это те препараты, которые сужают сосуды. Это визин, виаль, апатанол. Давайте на этом чуть-чуть заострим внимание, потому что очень часто девочки задают вопросы. И лично мне в личку очень много пишут. Татьяна, порекомендуете там какие-то капельки, которые можно капать? И очень часто спрашивают именно за капли визин, виаль. То есть это капли, я так понимаю, которые просто отбеливают наш глаз. И то есть вот сейчас пободробнее хотелось бы... Здесь ситуация какая. Вот эти все препараты, вернее, это группа препаратов. Это те препараты, которые улучшают внешнее состояние глаза. То есть глаз покраснел, вы закапали, эта группа препаратов визином закапали, к примеру. Глаз стал внешне покрасившим. Но при этом те сосуды, которые там были, отек, ничего не уменьшилось. То есть вы внешне сделали глаз красивее, но вы его не вылечили. Поэтому вот эта группа препаратов, это, пожалуй, наиболее опасная. Особенно опасен ее системный прием. То есть девочка приходит и делают наращивание раз в 4 недели. Она потом дней 5 капает апатонолом. При этом ухудшается кровоснабжение глаз. Ухудшается зрение, в конце концов, ухудшится. Поэтому препараты этой группы, это препараты, которые можно использовать, когда нет другого выхода. То есть вы сейчас нарастили, а ей сегодня идти на свидание. Она все равно возьмет, это закапает. Экстренная помощь. Экстренная помощь, экстренная и разовая, разовая помощь. То есть вот здесь как бы, когда можно в остальных случаях, но лучше, безусловно, таким препаратом. То есть если мы, например, выполнили наращивание и покрестнили немножко глазик, как нам действовать в этой ситуации? То есть ждать, либо оно пройдет, либо мы все-таки имеем право дать какую-то рекомендацию, или просто мастер по наращиванию ресниц не должен этого делать. То есть это сугубо к врачу. Ну, здесь какая ситуация. Когда спрашивают о том, являются ли препараты, ну вот перечисленные, то есть нестероидные противовоспалительные в глазных каплях, гормональные в глазных каплях, стабилизаторы мембранзочных клеток в глазных каплях, вот эта группа апатонола, да, там, сосудосуживающие. Все эти препараты являются, безусловно, рецепторными. То есть, ну, к сожалению, в наших апротеках продаются очень большое количество препаратов, наиболее простые из них это антибиотики. Ну, в смысле, вы выходите, говорите, продадим, нет, соответственно. Доступные, какие хотите такие? И вам без проблем их порудут, да. Поэтому здесь, ну, в моем понимании, это вопрос доверия клиентам, мастеру, да. То есть, если вы являетесь авторитетом, да, если вы можете порекомендовать, ну, например, тот же самый Крамагликан, да, если вы можете порекомендовать его коротким курсом, если вы понимаете, что вы делаете, да, то здесь, ну, как бы, этот подход, да. Второй момент, когда вы вынуждены это рекомендовать, тогда вы говорите, так, Маша, иди завтра к авторитетному. А Маша говорит, ни в какую. Буду ходить, вот такая вот, с такими глазами, смотри на меня, да, вот, и, там, раз в 3-4 часа буду слайд вам фотографии, да, смотрите, и говорите, что с этим делать, да. Потому как, ну, ситуация такая, к сожалению, ну, наиболее правильный подход, ну, если мы говорим о нарощенных ресницах, да, если у нас возникла аллергическая реакция в виде конъюнктивитов на нарощенные ресницы, эти нарощенные ресницы снять. То есть, моего опыта общения в различных чатах, пабликах и так далее, да, снимают нарощенные ресницы только в том случае, если проявления аллергического конъюнктивита нарастают на фоне получаемого лечения, да, то есть, когда... Когда утром проснулась, уже как китайский пчеловод, глаза не открываются, вот это надо снять ресницы. Пошла. А так, покапали, покапали, посмотрели, покапали, посмотрели, покапали, посмотрели, поехали дальше. Поэтому, ну, есть правильные рекомендации, да, снимите нарощенные ресницы. Есть жизненные, да, то есть, давайте уменьшим явление отека, покраснения, зуда, да, и тогда ничего не найдет. Кстати, вот по поводу пятой группы уже получается препаратов, которые могут быть использованы, ввиду того, что есть сильный зуд, естественно, клиент чешет глаза. Естественно, он чешет глаза нестерильными руками и может присоединиться к бактериальной инфекции, да, и тогда, условно, в группы препаратов войдут препараты антибактерии. Все состояние ухудшаются, то есть, это уже развивается, как даже не аллергический конъюнктивит, а, возможно, какие-то воспалительные процессы, да? Получается, аллергический конъюнктивит переходит в бактериальный, да, То есть, для аллергического конъюнктива характерно отделяемое из глаза такое прозрачное, а для бактериального характерно то, которое классически все помнят полгода. То есть, когда глаз не открывается, то есть, отделяемое желтое и такое, ну вот оно вот такое липкое, такое вязкое. То есть, это уже бактериальный конъюнктив. Ну там, температура. Так, хочу Вас попросить, чтобы Вы сейчас назвали нам капельки, которые можно было бы, возможно использовать, но не дексаметазон, потому что дексаметазон является очень достаточно серьезным препаратом, который должен лежать, если вдруг клиенту совсем там, экстренный такой. Здесь ситуация какая. Если мы можем профилосировать, если мы поговорили с клиентом, если мы понимаем, что у него скорее всего разобьется вязительный конъюнктиве, тогда, безусловно, правильнее назначать препараты стерилизатора мембрана ручника, безусловно их назначать правильно за 3-4 до процедуры, в момент процедуры и после процедуры еще дня 3. По поводу торговых названий, ну здесь все очень просто. Любые кармаликаты, которые есть. Эритролин, карамофарм, карамагексал и так далее. Я вот сейчас расскажу из личного опыта, у меня просто у брата, у жены постоянная аллергическая реакция, у нее залаживает нос и сильно припухают глаза. Что мы с ней сделали? За 2 дня до наращивания она пила противоаллергические препараты и после наращивания, ну что я еще делала, я просто не знаю на самом деле можно это делать, вот сейчас мы разберем эту ситуацию. Я еще намазала ее ресницы дексаметазоном на всякий случай, когда мы работали и на следующий день у нее более-менее, то есть у нее чуть-чуть появилась заложенность носа, но не было сильного отека глаз, так вроде боли как-то полегче прошла. Здесь просто смотрите какая-то ситуация, получается из того, что вы сделали правильно, вы добавили препараты для профилактики, да? А в зависимости от выраженности аллергии эти препараты нужно либо принять наружно, да, то есть если закладывать нос, есть назарный спрей, да, если опухают глаза, есть аллазные капли, да. Если выраженность больше, да, тогда их еще нужно принимать во внутрь, да. И здесь, опять же, нужно сказать, потому что чаще всего в этом случае принимать антиистаминные препараты, лучше принимать те, которые последнего поколения, да, потому как они меньше вызываются ливости, да, то есть работают расы все-таки, ну, то есть расы их нужно начать, да. По поводу использования дексиметазона для того, чтобы смазать ресничный край. Но здесь эта ситуация какая, в моем понимании… То есть их как бы морально поддержала меня, да? Это не морально, нет-нет, просто здесь ситуация такая, вы могли с тем же успехом закапывать капли дексиметазона, да, то есть, ну, попытка локально, их намазать на конкретный ресничный край, да, она ни к чему особенного не приведет. Если бы вы закапывали эти капли, да, они точно так же бы действовали на ресничный край. Ну, то есть, ну, может быть, это, не знаю, какая-то психология, да, то есть клиент видит, что вы там конкретно старались и смазывали ровно ресничный край, да. Потому как если вы взяли дексиметазонно закапали две капли, ну, в конъюнктивальный мешок просто больше не влезет. Ну, вы можете закапать хоть 20, да, все равно все остальные в лицу, да, то есть закапали две капли с тем же успехом, да. Поэтому, если суммируя, когда мы знаем о том, что у человека есть аллергическая настроенность, о том, что, скорее всего, у него будут какие-то проявления, да, мы используем препараты для профилактики, да, мы используем их за два-три дня. В зависимости от выраженности, возникающих ранние у него реакции, да, мы их назначаем либо в каплях, ну, и спреи, если есть заложенность носа, либо добавляем к этому системные препараты, то есть в таблетки, да, а потом в момент наращивания, да, мы добавляем гормон там на день-два, и потом после наращивания еще пару дней он используем, да, то есть вот такую схему мы используем с тем, чтобы максимально профилактировать это состояние. По поводу того, если мы говорим о том, что у человека вообще есть аллергический настроенность, да, то есть условно его нужно бы направить к аллергологу, да, и это уже тот момент, который мы плавно перетекаем, это аллергические проявления у мастера, да, это накопительная аллергия у мастера, и его подход, когда мы говорим мастеру, ну, в общем, как бы работать-то не совсем у вас получается, да, давайте вы будете использовать какие-то препараты, ну, например, раз в полгода, да, с тем, чтобы снизить вашу аллергическую нагрузку, да, нужно понимать о том, что любые чужеродные компоненты, да, аллергические компоненты чужеродные, все равно перерабатываются в печени, то есть, соответственно, нам нужно, а, уменьшить аллергическую составляющую, да, то есть, принять препараты, которые связывают и выводят чего-то, да, здесь, пожалуйста, любая группа препаратов, ну, это саргенты, да, то есть, полифепаны, это разгель, смекта, без разницы, ну, то есть, они все одинаково, они вкусные, да, все одинаково принимаются, то есть, это понятно, а вторая группа препаратов, это препараты противоаллергические, то есть, это, ну, безусловно, лучший человек на поприне чего-нибудь, и третья группа препаратов, это препараты, которые поддерживают нашу печень, да, называют их гипотопротекторами, как удобнее нравится, да, то есть, соответственно, вот три группы препаратов, которые, к сожалению, должен использовать мастер, когда он получил слишком много аллергенов, да, если он не смог их профилактировать, да, профилактировать он как? Используя маску с угольным фильтром, проветривая помещение. Ну, да, это рекомендации, наверное, для мастеров, скорее всего, как вот вести себя в случае, если у вас есть немножко какое-то раздражение, потому что я понимаю, что аллергия может проявляться и очень сильно, и, возможно, есть мастера, которым сложно действительно работать, да? Ну, естественно, ситуация какая, обычно при появлении каких-то аллергических проявлений у мастера, да, у мастера есть время, время для того, чтобы он смог отреагировать, для того, чтобы он смог уменьшить аллергическую нагрузку, да, для того, чтобы он смог, в конце концов, продолжать работать, да, и если он успевает это сделать, то хорошо, да, если не успевает, то это нарастает как ком, да, и тогда уже получается тяжелее, да, тогда вместо соргентов, которые мы даем его внутрь, его надо капать, да, там и тогда, то есть всегда лучше применять препараты на каких-то начальных этапах, то есть когда, ну, еще не так все сильно развито, да, не так все-все выражено, да, то есть так и проще, и проще для организма, ну, и в конце концов, дешевле, да, то есть нужно использовать имеющиеся. Ну, какие вы можете нам дать рекомендации, если мастер вот чувствует, что у него иногда залаживает нос, это хорошо проветривать помещение, да? Ну, работать в угольной маске, проветривать помещение, обеспечивать достаточный перерыв между клиентами, да, то есть не может быть такого, чтобы мастер работал в облаке цинокрилата, да, то есть с утра он пришел в 8, и потом еле-еле вытолк, да, в 8 вечера, да, то есть, ну, должны быть какие-то перерывы. А вот по поводу периодического приема препаратов, да, здесь все очень просто. Это курсовой прием антихистамины, это курсовой прием сорбентов, курсовой прием гипотопротекторов. Ну, курсовой, это, в зависимости от того, насколько это выражено, да, потому как , я бессловно читал в паблике, да, там, некоторые говорят, пейте гипотопротектора и раз в 3 месяц, некоторые говорят, пейте 1 по 1 по 2 год, а здесь нужно понимать все зависит от того, насколько себя мастер не очень хорошо чувствует, то есть насколько он в этом нуждается, и зависимость от этого определяться с тем, насколько часто это может быть.